Я Александр Молчанов и каждый, кто сделает репост этого выпуска в своих соцсетях, получит сегодня подарок от Вселенной. Также я напоминаю, что полным ходом идет набор на онлайн-курс сценарий телесериала в нашей сценарной мастерской. И если вы хотите научиться писать сценарии, если вы хотите стать профессиональным сценаристом, то, пожалуйста, проходите по ссылке в описании, подайте заявку и займите место на курсе, пока его не занял кто-то другой. Видите ли вы меня и слышите ли вы меня? Напишите, пожалуйста, в чате, что вы меня, например, видите, а также, что вы меня слышите. Сейчас я сделаю, обновлю, добавлю всю необходимую информацию. А, полетели, полетели комменты. Полетели. Ну что, друзья, удалось ли вам поставить цель на год? Напишите в чате. Давайте так. Кому удалось поставить цель на год, напишите плюсик. А кому не удалось поставить цель на год, напишите минусик. А те из вас, кто поставил цель на год стать сценаристом, научиться писать сценарии, вам надлежит пройти по ссылке в описании, подать заявку, занять место на курсе, пока его не занял кто-то другой. Ребятушки, цели надо ставить. Потому что, если вы не ставите цели своих, то вы достигаете чьих-то других целей, не своих. Потому что вы все равно будете достигать каких-то целей, как говорят коты. Просто это будут либо ваши, либо чьи-то. Окей, хорошо. Сегодня мы с вами будем говорить о бомбарности и о том, как повысить ее уровень в вашей жизни. А по поводу целей, почему вообще, почему мы с вами, во-первых, почему мы с вами начали с постановки целей, почему мы продолжим постановкой целей, мы с вами, по большому счету, первые четыре занятия мы будем заниматься именно, сегодня уже третье занятие, будем заниматься именно целями. Потому что, хотя казалось бы, мы-то с вами ведь не достижением цели здесь занимаемся, да, наша цель – радость. Да, и по большому счету радоваться можно чему угодно, да, ручейку, пирожку, облачку и так далее, и так далее, да, можно жить в бочке и радоваться. На самом деле нет, как мы с вами выяснили, я вам об этом говорил на первом занятии, да, происходит адаптация очень быстрая, да, и радость, радость проходит, и мы сразу же начинаем видеть большое количество неприятностей. И вот возможность игнорировать все эти неприятности, она возникает в том случае, если у вас есть цель. И ничто в этом мире не дает человеку столь же сильного ощущения счастья, как наличие достойной цели жизни и ощущение постоянного движения к этой цели. Теперь вопрос. Есть ли у вас цель жизни? Я не прошу у вас написать эту цель сейчас, да, но мне важно, чтобы вы для себя определили, есть у вас эта цель или нет. И если она у вас есть, возьмите прямо сейчас, возьмите листочек бумажки, лучше листочек бумажки, и руками напиши, чтобы вы могли отделить себя от этой цели, да, и отделить ее от компьютера, где вы сейчас глазами находитесь. И напишите туда вашу цель, напишите цель вашей жизни. И когда вы это напишите, то напишите в чате, написал. Если у вас такой цели нет, то поставьте ее сейчас какую-то, да, то есть она может уточняться, докручиваться и так далее, и так далее, да, то есть вот сформулируйте ее сейчас, напишите ее, и вот Ирина пишет. Нет, нет, сформулируйте прямо сейчас какую-то цель, да, которую вы могли бы назвать целью своей жизни, и запишите ее, напишите в бумажке, на бумажке, и когда напишите, напишите, что написали. Значит, смотрите, я почему осторожничаюсь, да, не прошу вас прямо написать эту цель, потому что, во-первых, я с уважением отношусь к суеверию, да, то есть люди очень часто суеверны, вот в смысле скажешь, напишешь, вот я напишу, то вот такая-то у меня цель, и все, и не сбудется. У этого есть определенные психологические предпосылки, у этого суеверия, да, потому что наш мозг, созданную картинку, да, созданная картинка для нашего мозга, она равна реальности, да, то есть мы ее не очень различаем. Если мы написали, сформулировали цель, поделились, рассказали, в каком-то смысле, да, для мозга это примерно то же самое, что мы ее достигли, да, то есть какой-то, грубо говоря, в этот момент какой-то гештальт закрывается. Вот, понятно, что это не 100% так, но какая-то часть энергии, направленная на это дело, так, сразу, так, все, ресурсы можно перекидывать на другие эти самые. Вот он уже сказал про цель, все, можно этого не делать. Поэтому, кстати говоря, когда кто-нибудь пишет мне там в комментах по поводу мастерской, что-нибудь задают вопросы, и кто-нибудь мне пишет, все, я 100% приду на ваш следующий курс. И я так про себя думаю, вот конкретно этого человека я больше не увидю. И очень-очень редко бывает так, что человек там сказал, да, я приду на ваш курс, и потом действительно приходит, то есть чаще всего все, до свидания. Ну, я, окей, следующее. Мы не меняем людей, мы меняем людей. И вот если вы слабы, если слаба ваша цель, если слаба связь между вами и вашей целью, да, то есть если вот эта сила намерения, она слабая, то тогда нужно быть суеверным. Потому что даже вот такое легкое суеверие может вашу цель разрушить. Если сильны вы, если сильна ваша цель, если сильна ваша связь, и вы четко знаете, да, если бы вам надо было, как у Диснея, спеть песню «Я хочу», вы точно знаете, что будет припевом в этой песне. Вот в этом случае суеверие вас не собьет с пути. И, кстати говоря, вот именно на это направлены техники «загадать желание». Да, и вот, может быть, вы видели, я там в течение предыдущей недели тоже делал такое, я выставлял короткое видео, да, надо было, оно 7 секунд идет, надо было загадать желание и за эти 7 секунд и написать в комментах «Да». И я уверен в том, что у тех людей, которые за 7 секунд загадали желание и написали «Да», вероятность того, что у них это желание исполнится, она гораздо выше, это не 100%. Я не машина по исполнению желаний, да, это вселенная машина по исполнению желаний. Но если вы за 7 секунд, да, вы сразу же вспоминаете, что является вашим желанием, да, вот почему нужно загадать желание, когда звезда падает, да, потому что падает звезда, она коротко падает, секунда-две. И за это время ты должен вспомнить, а, надо же загадать желание, сразу же вспомнить, какое желание, да, то есть оно рядом. вам не надо думать не надо ковыряться в памяти сразу же знаете что является вашим главным желанием а вот если это так то есть вероятность того что ну выше вероятность того что такое желание сбудется так смотрю да есть написать сейчас будем работать а что пять человек всего написали так восемьдесят четыре человека в прямом эфире я хочу видеть восемьдесят четыре комменты написал чат 87 почему пять человек только написали и да мы сюда работать пришли или груши околачивать кое-чем и вот я застроил всех на месте народу да есть молодцы так идем дальше вот пример примеры цели например нет давайте я свои свои цели примеры чуть ну нет давайте приведу несколько несколько целей я в свое время для себя сформулировал цель как создание писательской мастерской писательской школы и создание системы обучения для писателей и я я сформулировал достаточно рано лет в 14 сейчас я расскажу как это происходило и почему именно так оно происходило и сейчас у меня другая цель потому что эта цель достигнута и это заняло типа около 30 лет достижение этой цели и параллельно возникали цели которые становились то есть это становилось для меня целью номер один то отодвигалась вообще все отодвигалась и я был полностью сконцентрирован только на одной цели потому что я понимал что я не могу двигаться дальше пока я не достигну этой цели например первая такая цель это выиграть олимпиаду по литературе и поступить в университет то есть я учился в сам же в школе у меня оставалось там типа год до поступления и я понимал что как бы я там книжки не читал и так далее что у меня мне будет сложно сдать вступительный экзамен университет и есть вероятность что я и не сдам а мне нужно было стопроцентная уверенность в том что я поступлю потому что я не мог не в армию тимми остаться в деревне еще на года то есть я должен был поступить и начать учиться и мне в начале учебного года наша учительница мария ивана мукина сказала что если я выиграю олимпиаду по литературе областную появилось условие такое что тот кто выиграет олимпиаду может без экзаменов поступить в университет на выбор на филфак либо в вологодский университет либо в череповецкий я хотел когда в череповецкий потом я намерение поменял и слава богу и учился в городе и соответственно в течение всего этого года моей целью было выиграть олимпиаду по литературе и я и все что я делал в это время было направлено на выигрывание этой олимпиады то есть я прорабатывал просто очень широкий круг литературы для того чтобы и и литературы вокруг литературы для того чтобы быть готовым к любому вопросу я выиграл ее с типа у меня было стопом 150 баллов 150 или сто сорок семь баллов ну типа там 150 плюс-минус 150 баллов а у человека который занял второе место на областной олимпиаде у него было сорок семь баллов у второго места было в три раза меньше баллов чем у меня остальных было вообще-то не отчет да то есть это было подавляющее преимущество потом мне было важно в какое-то время середины 90-х стать штатным сотрудником газеты русский север туда не брали никого это была лучшая газета областная которую собирали the best of the best людей и не брали людей после журфака туда люди там годами ходили за штатом писали заметки и мне я понял что мне чтобы дальше развиваться я должен работать штате русскую сеть и я поставил ту цель год этим посвятил все что я делал было посвящено этой цели цель была достигнута да дальше там переехать в москву дальше стать сценаристом дальше купить квартиру выплатить кредит до дальше там открыть мастерскую частом следующий цель набрать миллион подписчиков то есть возникают какие-то текущие цели которые поддерживают основную цель то есть я иду к некой большой цели но при этом периодически я оказываюсь перед каким-то препятствием или перед необходимостью взять какую-то высоту без которой я не могу двигаться дальше и когда это происходит я отодвигаю все и там на год на два пока цель не достигнута я полностью занимают только этой цели да например если бы я не поступил в университет я бы остался сам же работал бы в какой кочегарке попивал бы был бы чудаком такой ходил бы книжки читал и мечтал о каком-то будущем который у меня могло бы быть но никогда не было да то есть не было варианта двигаться дальше не поступив в университет не не получив высшее образование не было варианта в то время для меня опять же володи да не стать журналистом русского севера другого пути наверх не было да то есть русский север это было и the best of the best алена владимирская оттуда вышла из русского севера николай надеждин там куча куча людей да то есть это там лучше елена погребежская работала она работала в новостной программе которую совместно делал седьмой канал местный и газета русский через эту газету все известные волокжане они через эту газету проходить то есть варианта не было другого на переехать в москву то же самое да то есть ну как бы мог бы опять же остаться в провинции ничего бы не достиг купить квартиру опять то же самое мне 50 лет я мог бы наверно продолжать на съемной квартире жить да но зачем это надо а понятно ли вот эта мысль вот важно давать я еще раз ее сформулирую да есть некая цель на жизнь и время от времени мы оказываемся в такой ситуации когда мы не можем двигаться дальше не решит какую-то не достигнув какую-то промежуточную цель и таких целей их в течение жизни их может быть там 56 да ну когда это происходит нужно просто все отложить сосредоточиться на на вот этой цели хорошо теперь следующий вопрос друзья мои читали ли вы в 80-е годы читали ли вы журнал под названием парус если кто-то я знаю чтобы может кто-то помоложе есть нас но я исхожу из того что в основном люди там плюс-минус плюс-минус моих лет был такой безумно популярный журнал который очень короткое время два с половиной года это был великий журнал просто великий потом он был закрыт в середине 90-х годов в минске он издавался в белоруссии парус гениальный журнал я находил находил его недавно подшивки прочитал его перечитал причем оказалось что многие статьи да допустим там статьи про башлачева скажем написала мария тимашева марина тимашева с которой мы там делали эфир знакомы там так далее тогда вот нашел художницу которая писала картины для этого самого вот и однажды там было письмо девочка написала письмо в этот журнал о том что когда ей в руки попала пластинка пластинка у них вечер трудного дня битлз и там на обложке было одно и то же лицо много раз она решила что это один и тот же человек вот и я типа подумала какое нахальное лицо сколько его зачем вот человек столько раз свое лицо показывает вот и через какое-то время лет через семь я с этой девочкой познакомился она уже была девушка и женился и какое-то время мы были женаты пламы первая жена а вот таким образом я про нее узнал из журнала паркс и вот я там однажды там была небольшая серия статей в котором формуль который формулировались принципы постановки жизненных целей и и тогда же я сформулировал свою первую такую жизненную цель который там много лет придерживался до создание системы обучения и создание мастерской и система обучения писателя позже она была немножко скорректирована да как создание системы повышения продуктивности творческих людей на мой взгляд на настоящий момент она в общих чертах закончена да то есть ее можно и она как бы оформлена и в книгах да есть книги мои пишется сценарист номер один самодисциплина для писателей сценариста да их можно купить или скачать бесплатно прочитать применить в своей жизни можно найти в записи тренинг который я каждый год провожу тренинг самодисциплина для писателей сценариста да и вот все что на сегодня человечеством изобретено для повышения творческой продуктивности да там все есть и там нет ничего лишнего максимально эффективная система повышения творческого потенциала для писать ну и не только для писателей и потом я не знал что это за люди тем кто кто они там так далее потом опять же там много лет спустя мне стало интересно я нашел эти старые подшивки перелистал и оказалось что это статья верткина ученика альтшуллера и альтшуллер по моему там соавтор или как-то он тоже ассоциировано числился до к тому времени я уже знал кто такой альтшуллер интересовался очень не интересовало это его построение карьеры построение жизненной стратегии творческой личности 300 и так далее так далее мне этим всем очень сильно интересовался и я снова вытащил вот эту статью о постановке достойницы и прогнал свою цель по по этой снова да как и 30 лет назад прогнал и понял что мне как бы очень сильно вот эта статья в свое время да она очень сильно помогла сформулировать цель которая меня все это время держала то есть мотала всю жизнь туда-сюда но вот одна статья одна цель и и как бы однако ли я более или менее и вот это достойная цель мне кажется что достойную цель ну и и как бы надо заслужить да то есть нужно самому стать достойным достойной цели да то есть достойная цель она не достанется недостойному человеку но и с другой стороны если ты сформулируешь достойную цель и будешь идти к этой цели ты процессе ее достижения неизбежно сам станешь достойным человек давайте мы пройдем по пунктам что должно какой должна быть достойная цель что должно какие каким слова то какие параметры должны быть у достойной цели каким критериям должна отвечать достойную цель я буду называть критерий и попрошу вас смотреть на свою цель и задавать себе вопрос соответствует ли ваша цель этому критерию да и соответственно если соответствует и все окей если нет может быть надо что-то дать сделайте себе пометку может быть что-то надо в этой цели докрутить итак 1 ты должна быть новой или что-то в этой цели должно быть новым например да люди уже достигали этой цели да уже там условно говоря там до доезжали на на санях до южного полюса а я хочу попробовать дойти до не южного полюса не знаю на ходу ли да или долететь на на дельта плане да то есть то же самое но что-то новое в достижении этой цели вопрос к вам новая ли у вас цель если новая давайте там плюс если доставим плюс если нет ставим минус мне опять же важно чтобы вы как как-то участвовали до чтобы была обратная связь не для меня да а для вас потому что когда вы пишете да если просто да ну да 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 рассказывай рассказывай я все понимаю пользу бедным вот когда вы фиксируете вы как бы четче замечаете да нет смотрим есть минус круто плюс у кого-то минус дальше следующий критерий цель должна быть общественно полезной положительной и направленной на развитие жизни да то есть это не должна быть пель не знаю убить всех кого-нибудь да то есть не это вот пока такие цель такой цели быть не должно господь бог будет против вас вселенная будет против вас или положительные результаты достижения цели будут глобальными а отрицательные если они все же неизбежны будут локально да то есть может быть какое-то ухудшение на каком-то небольшом локальном уровне да как иисус христос например да на локальном уровне ну его распяли бичевали да то есть были отрицательные негативные последствия того что он сделал но на глобальном уровне спас все человечество да и создал систему спасения всего человечества да если мы как бы говорим о принципе действия вопрос общественно ли полезна ваша цель положительно ли ваша цель направлена ли ваша цель на развитие жизни если до оставьте плюс если нет поставьте минус есть пути полетели скачем дальше третье цель должна быть конкретной да то есть должно быть понятно что вы вашу цель достигли что она достигнута до чтобы не было такой цель помогать людям быть лучше а как вы поймете вы помогли уже людям быть лучше или нет да то есть вот там в моем случае создание системой вопрос ну она есть ее потрогать можно да то есть и и не перепутаешь создал я ее уже ли или нет а вот книги вот тренинги да вот они есть вот они работают есть результат есть цель конкретно нельзя не понять достиг ты ее или нет вопрос конкретно ли ваша цель если конкретно пишите плюс не конкретно пишите минус так достижение понять легко то есть соответственно если минус это не значит что авто кончено бегите отсюда да то есть это значит что надо что-то докрутить по мой может быть самой формулировкой цели слушаю слушаем я слушаю вас ой нет извини извините он извините извините нет он какой-то вроде и и и ответить нельзя и и не ответить нельзя потому что может быть какой-нибудь курьер так хорошо дальше тоже время ваша цель не должна быть излишне узкой то есть она должна мы люди человек существо глобальное да то есть человек существо общественным и я считаю вот сразу говорю да что вот эти критерии это не мои критерии это критерия альтшуллер но в целом я с ними согласен я понимаю почему выбран каждый из этих критерий да я думаю что в принципе у человека может быть узкая цель не глобальная но это не является достойной целью да то есть если мы говорим о достойной цели с большой буквы достойной цели то достойно цель не должна быть излишне узкой она должна быть глобально то есть она должна быть направлена на улучшение жизни всего общества вопрос ваша цель глобально если до поставьте плюс если нет поставьте это не значит что результаты будут глобально да то есть вполне может быть что нет как бы не будет глобальных результатов но попробовать то надо иначе какой смысл вообще этим заниматься согласитесь глобальным значит следующий пятый критерий цель должна быть эквивалентом жизни человека то есть что это значит это значит что ради такой цели стоит жить то есть вот за всю жизнь достиг только одной этой цели и на могильном камне будет написано вот это этого будет достаточно то есть ну вот честно говоря если у меня вот я уже больше ничего не достигну да и будет только написано только там чувак написал буквально сценариста всем я уже уже окей да то есть это уже достаточно эквивалент жизни человека и ради нее должно стоит быть жить вопрос готовы ли вы ради своей жизни а ради с этой цели отдать свою жизнь надость отдать свою жизнь на достижение этой цели если да поставьте плюс если нет поставьте не знаю тоже нормальный вопрос вполне нормальный ответ ну как бы вот подумать 4 пункт не озвучили 4 пункт цель не должна быть излишне узкой она должна быть глобальной до 1 цель должна быть новой второе общественно полезной третье конкретной четверто не должна быть излишне узкой должна быть глобальной пятая цель должна быть эквивалентом жизни человека должна стоить того чтобы жить дальше на цель должна быть еретичной и То есть цель должна опережать современное общество, и причем чем сильнее, тем лучше. То есть человечество не должно быть готово к достижению вашей цели, потому что вы достигнете вашей цели. То есть, например, в искусстве я считаю, что еретичность – это найти зазор между современной моралью и вечной этикой. И вот этот зазор вытащим. И указать человечеству на наличие этого зазора. Вопрос – еретична ли ваша цель? В том, что моя цель еретична, я не сомневаюсь ни на секунду, потому что дня не проходят, чтобы мне какой-нибудь мудак в интернете не написал, что неужели писателей вообще чему-то можно научить? Вот Толстого учил кто-нибудь? Достоевского учил кто-нибудь? Эйденштейн учился в какой-нибудь сценарной мастерской? Пушкин учился в сценарной мастерской? Учился ли он писательский? То есть, я понимаю, что моя цель – она еретична. И даже бесполезно объяснять, у кого учился Пушкин и где. И что он учился вообще-то на минуточку в лучшем учебном заведении России так точно на тот момент. И также и Толстой, который всю жизнь учился, и Эйденштейн, то есть ребята, которые учились всю жизнь и не чему-нибудь, и как-нибудь весьма и весьма целенаправленно. Еретична ли ваша цель? Если да – плюс, если нет – минус. Есть! Полетели! Полетели еретики! Люблю еретиков. Надо переписывать. Переписывайте. Супер! Отличный результат работы. И, наконец, седьмой пункт – бомбарность цели. Цель должна быть бомбарной. Что такое бомбарность? Я очень люблю этот пункт, потому что нигде я его не встречал. Это они сами придумали. Альчумер сам придумал. Что это значит? Вообще, кто такой бомбард? Ален Бомбард – это путешественник, французский, врач, биолог. И он в 1952 году в качестве научного опыта пересек в одиночку на надувной лодке, пересек Атлантический океан от Канарских островов до острова Барбадос. Преодолев 4400 километров за 65 дней. При этом у него был неприкосновенный запас воды и еды, к которому он не прикоснулся. То есть он не просто на надувной лодке переплыл Атлантический океан, но он в дороге питался исключительно рыбой, планктоном и пил дождевую и морскую воду. И пил, высасывал сок из пойманной рыбы. Да, он похудел на 25 килограммов и так далее, заболел, расстройство зрения, ногти выпали. Но он достиг берега, да, и для чего он это делал? Он хотел доказать, что люди в море гибнут не из-за того, что там невозможно выжить, а из-за психологии, из-за того, что они верят, не знают того, что в океане можно выжить. И, соответственно, он, доказав это собой, он спас тысячи следующих жизней людей, которые знали, что выжить в океане можно. Он говорил, я прочитаю цитату, которая мне очень нравится. «Жертвы легендарных кораблекрушений, погибшие преждевременно. Я знаю, вас убило не море, вас убило не голод, вас убило не жажда. Раскачиваясь на волнах под жалобные крики чаек, вы умерли от страха». То есть он считал, что человек в состоянии пережить одиночное плавание без запасов воды и еды. И доказал это лично. То есть что такое бомбарность? Бомбарность – это выбор целей, которую никто, кроме вас, не захочет достигать. То есть никто, кроме бомбара, никому в голову в то время не приходила мысль сесть на лодку и два месяца грести четыре тысячи километров переплывать, питаясь сырой рыбой. Конкуренция на этом рынке была нулевая. Понимаете, да? То есть бомбарность – это отсутствие конкуренции. Ты начинаешь заниматься тем, чем никто не хочет заниматься. Никому-то нахрен не надо. И, соответственно, когда я запускал сценарную мастерскую, конкуренция на рынке сценарных школ в России была нулевая. Никому в голову не могло прийти, то можно зачем-то учить людей писать сценарий. То есть было нулевое предложение, нулевой спрос. То есть это никому не надо было. И я первый год я онлайн учил людей бесплатно, год. Второй год я набрал мастерскую и тоже учил людей бесплатно. Потом я делал там три года, опять же, бесплатно на свои деньги. Отход был бесплатный. Делал фестиваль кино без пленки, да? И все это вот были шаги, подступы к сценарной мастерской. И только с 14-го года, да, мастерская существует с 2008-го года. С 14-го года, шесть лет спустя, я начал за это брать какие-то деньги. Да? Пожалуйста, конкуренция была нулевая. Да? Никто, хотите кто-то еще шесть лет подряд бесплатно учить людей писать сценарий? Вперед! Бог в помощь. И то же самое, да, вот я делаю вот этот вот наш с вами курс «Практическая магия» уже третий год. Третий год еженедельно плотные контентные вебинары. Конкуренция на этом рынке нулевая. Хотите тоже так? Пожалуйста, вперед. Делайте. Вот вопрос. Бомбарна ли ваша цель? Есть ли конкуренция? Не ледите ли вы на рынок, на который и так, на котором и так, который и так переполнен? Не идете ли вы в фарватере других, других людей? И, кстати говоря, что интересно, что дальше, потом, через, когда прошло уже лет 10, да, и уже куча по нашим... Вот прям маркетинг у нас копируют, все подряд копируют, вплоть до того, что заряжают таргетинг на мою аудиторию. И мне люди пишут такие вот, что такое происходит. Например, условно говоря, мне пишет мой риэлтор, да, и спрашивает, почему мне там вот такая такая школа шлет рекламу свою. Да, и я понимаю, что они просто херачат рекламу на мою аудиторию. Потому что мы риэлтору уж явно сценарным мастерством не интересуются. Вот. Да, то есть дальше копируют, это ради бога. Да, да, а когда ты идешь, конкуренции отсутствуют. Есть бомбарно. Вот даже если вы из-за всего этого курса за весь этот год одно единственное, вот это вот понятие бомбарности возьмете на вооружение, усвоите, я уже буду считать, что мы год не зря провели. Потому что оно, по-моему, очень клевое. Дальше, следующее. Такая цель, она должна быть уделом одного человека или маленькой команды. Остальные присоединятся позже. Почему? Потому что если маленькие ресурсы, на начальном этапе, по крайней мере, то есть все вот эти огромные компании Илона Маска, они начинались с маленьких группировок боевых. И Apple тоже, да, все это начиналось с маленьких группировок таких бандитских, нахальных, да, которые очень быстро тестировали кучу-кучу-кучу разных гипотез, пробовали то, делали сё, пятое-десятое, да, вместо того, чтобы взять и сразу построить завод. Да, то есть это позволяет очень быстро отработать большое количество гипотез и отстрелить все, что не работает. Еще раз, идея должна быть уделом одного человека или маленькой команды. Вопрос, достижима ли ваша цель маленькой команды? Не требует ли она большого количества людей и ресурсов? Кстати говоря, когда я запускал мастерскую, у меня изначально была такая мысль странная, что, условно говоря, я делаю какие-то проекты, а потом правительство поймет, что это дело нужное и даст мне, условно говоря, какое-нибудь здание в центре Москвы и скажет, на, Молчанов, делай сценарную мастерскую. Вот была у меня такая нелепая мысль в свое время, потом я понял, что зачем мне это надо все? И мастерская там существует уже много лет, крайне эффективна в ситуации очень-очень ограниченных человеческих ресурсов. Так, маленькая команда. Третье, третье, восьмое. Не должна, задача, цель не должна требовать больших ресурсов и технических средств. То есть не нужен завод, не нужна тонна урана для того, чтобы достичь вашей цели. Вопросы. Достижимо. Не требуется. Способна ли, может ли цель быть достигнута без большого количества ресурсов? Есть. Я прям чувствую, что там мозги рвутся на части. Инсайты, инсайты взрываются. Так, хорошо. И, наконец, 9. В то же время цель должна быть лично вам не по силам. То есть цель должна быть сильно больше вас. То есть она должна быть выше вас и выше вообще человеческих возможностей. То есть это, знаете, мне очень нравится, я люблю очень фильм, еще один выпал из гнезда, он же пролетает над гнездом кукушки. И роман очень люблю, хотя он другой совсем. И вот там есть финальная, не финальная, а там предфинальная такая сцена, где герой пытается выворотить какую-то там раковину, и у него не получается. Все на него смотрят, и он такой отбрасывает, ну, встает и говорит, ну, я хотя бы попытался. Да, если вы помните этот самый, да, помните фильм, да, в финале там «Индейцы», берет ее, выбивает стену и уходит. Да, то есть герой попробовал, попытался, у него не получилось, но он хотя бы попытался. Но то, что он сделал в итоге, именно то, что он это делал, привело к тому, что кто-то другой взял, выбрался и пошел дальше. То есть цель должна быть, иначе зачем вообще, иначе зачем, зачем брать цели, которые можно достичь? Ну, надо брать цель выше своих возможностей. Так, теперь дальше. По поводу цели. Вот посмотрите, что у вас получилось, что плюсы, какие получились минусы. И вам на подумать. В течение этой недели, да, наша задача уточнить и сформулировать свою цель, да, зафиксировать ее. Или если она есть, утвердиться в ней, сказать, да, точно, я потестировал, посмотрел, все, это моя цель, ничего другого не хочу. И черт, я хочу подчеркнуть, что если у вас нет цели, или если она у вас для галочки, да, то есть она есть как бы, но она никак, как знаете, миссия компании. Люди бывают берут, пишут, золотом высекают, нанимают копирайтера, чтобы это там в хуф-хуло написать, да, и больше никто к этой миссии не возвращается. Да, наша миссия нашей компании помогать нашим клиентам создавать шикарные продукты и так далее, и так далее, да, и как бы, и что. Ну, а у какой компании не такая миссия. Да, то есть если у вас нет своей цели, или если эта цель с вами вообще никак не связана, вы будете достигать чужих целей для других людей. То есть вы все равно целей-то будете достигать, просто чужих. Вот, и дальше мы производим постоянное тестирование целей, да, то есть мы не просто на цели ориентируемся, идем к этой цели, мы еще все время задаем ей вопросы. А моя ли ты цель? Мы ее все время проверяем. И есть элементарный тест. Давайте мы сейчас его проверим, да, вот подумайте о вашей цели. Вот представьте, что вы вашей цели достигли. И что происходит в этот момент? Возникает ли у вас прилив энтузиазма? Возникает ли у вас прилив стил при мысли о вашей цели? Или наоборот, там, достиг и все, и окей, и хорошо. То есть, если цель моя, то есть вот сейчас представьте, вот прямо сейчас представьте, вот вы достигли вашей цели. У вас как, ну, у человека на цель должно стоять, да, неважно, мужчина это или женщина, да, вот должен быть стояк на цель. Вот если у вас стояк на вашу цель, вот именно вот не движение к цели, а вот вы видите, что вы ее достигли. И у вас просто сразу энергия, вау, потерянно. Если так, да, окей, значит, это оно. Если есть, то есть цель, правильно сформулированная цель, она сама по себе, да, то есть вам не нужен никакой внешний источник мотивации. Она сама по себе вас достаточно мотивирует. Да, то есть, если, потому что, если вам нужен все время внешний мотиватор, так вы, значит, в итоге просто достигаете цель этого внешнего мотиватора, и они свою цель. Потому что бывает так, реально люди ставят цель, да, и годами не могут ее достичь. Да, если так, то есть какой-то самосаботаж. И чаще всего просто человек про эту цель вспоминает и сразу, да, сразу все падает. Вот если образ стояка вас не смущает, да, то вот проверка, вот самая простая проверка, да, такой плеск энергии, да, вот просто на уровне, я не случайно про эрос, да, эрос и тонатос. То есть, да, то есть вот если идет такой эрос, да, ощущение, как ощущение любви. Теперь дальше. Вот смотрите, дальше сейчас будет, сейчас будет немножко сложно. И вот надо с этим разобраться, почему, потому что вот про это как раз вот вообще никто не пишет никогда. Да, и здесь, скажем так, здравый смысл, он, вот то, что я буду вам говорить, оно немножко противоречит здравому смыслу. И оно, ну, как бы контринтуитивно, да, то есть интуитивно кажется, что вот так вот должно быть, а на самом деле нет, нифига. Да, вот цели, смотрите, я вам рассказываю, ну, я рассказываю на примере своих целей, ну, просто потому что и мне удобнее и проще, да, я точно знаю, что происходило в каждый момент времени. Поэтому там выиграть олимпиаду по литературе, стать штатным сотрудником русского севера, переехать в Москву, стать сценаристом, купить квартиру и выплатить кредит, открыть мастерскую, да, набрать миллион подписчиков. Цель, эта цель последняя не достигла, да, у меня там сейчас, мы уже там, типа, вышли на хороший, на фейсбуке вышли полтора года назад, на хорошую очень динамику, у нас было, типа, 275 тысяч подписчиков, да, типа, там, треть искомой цели. И набор шел, там, народ подписывался, там, типа, по тысяче человек в день, и уже было понятно, что все просто продолжать как есть, и через два года цель будет достигнута. Но потом случилось то, что случилось, сейчас я заглядываю, у меня там те же самые, типа, там, 270, ну, кто-то отписался, там, 272 тысячи, а охват постов при этом, там, не знаю, три лайка. Да, то есть, ну, сеть заблокирована, как бы, и плюс, судя по всему, еще идет как-то, идет какое-то минусование по национальному признаку, поэтому, как бы, все надо начинать сначала, вот, и непонятно, где начинать, да, здесь ли ВКонтакте, или Ютуб развивать, Ютуб может заблокировать, да, тоже, непонятная ситуация, да, то есть, нужно расширять аудиторию, а непонятно, на какой площадке. Да, помимо этого, вот была цель создать писательскую мастерскую и систему обучения для творческих людей. Цель фактически достигнута. Да, и дальше я начал думать, хорошо, следующий, а мне всего 50 лет, мне 49 сейчас, в следующем году исполнится 50, и я, в общем-то, помирать не собираюсь, я рассчитываю еще лет на 40 продуктивной деятельности, соответственно, наверное, еще, по крайней мере, одна попытка у меня есть. То есть, я могу еще что-то сделать, вот, и просто сидеть, зарабатывать деньги, писать, там, пьесы, писать, рассказывать, меня не очень устраивает, да, то есть, я хочу больше, я хочу сделать еще что-то. Вот, я для себя сформулировал на настоящий момент свою следующую цель, как создание системы безопасного воспроизводства будущего. Оно, может быть, звучит немножко сложно, да, но это, она, то есть, создание некой системы старителлинга, которая бы позволяла человечеству безопасно существовать, безопасно развиваться. По сути, это задача, ну, на уровне, на уровне создания новой религии, да, то есть, там, христианство, например, да. В какой-то момент общество достигло определенного уровня, да, и если не изменить правила в этом обществе, оно просто само себя уничтожит. Да вот появилось христианство, да, сейчас это перестало работать, да, где-то, там, лет 300 назад, и мы видим, к чему за эти 300 лет мы пришли, да. И попытки просто вернуться к старым моделям, там, до просвещения, они не работают, они есть, но они не работают. Вот, и нужно что-то новое, нужно что-то другое, это совершенно точно наша задача, да, задача старителлеров. То есть, у меня нет задачи, условно говоря, действительно, там, создать религию, стать богом новым, там, еще что-то. То есть, у меня задача создать некую систему, которая обезопасит человечество от всего того, к чему мы прямо сейчас всем человечеством уверенно идем. Вот, успею я это сделать или нет? Может быть, не успею. Да, то есть, я не знаю, сколько у нас времени, может быть, у нас полгода осталось. Вот, за полгода, конечно, мало что можно успеть, да, если есть лет 20, за 20 лет можно успеть. И это не только моя задача, да, я думаю, что в результате я буду подключать учеников своих и так далее, и так далее. И наша задача создавать тексты, которые будут помогать человечеству создавать безопасное будущее. Потому что последние, там, особенно, там, последние 30 лет человечество, творческие люди ничего не сделали для создания безопасного будущего. И мы эту ситуацию очень сильно запустили. И таким образом, да, вот цель. Она конкретно, бомбарна, да, то есть, все тоже, то есть, тоже, либо она будет, эта система создана, да, это некий, там, корпус текстов, в котором все это будет изложено, да, или тренинг, может быть, там, где посмотрим, как это будет все собрано, да. Но это будет очень четко видно, работает оно или нет, есть оно или нет, да, то есть, это ни с чем не перепутаешь. И, соответственно, на фоне этих целей, да, какие-то цели, типа, там, набрать миллион подписчиков, да, и так далее, и так далее, да, Да, это все такие цели мелкие, технические и более или менее ничтожные. И таким образом получается, да, что как в сценарном мастерстве, когда мы рассказываем историю про героя, Я очень часто, на самом деле, вы, наверное, уже заметили, те, кто давно со мной имеет дело, для них это уже дело привычное, да, а те, кто для новичков, может быть, это немножко подбешивает, да, почему я все на наши сценарные дела перевожу. Потому что сторителлинг – это действующее вещество в любом деле, да, то есть, в религии действующее вещество – это сторителлинг, в бизнесе действующее вещество – это сторителлинг, в бизнесе, в политике, да, вот в чем угодно действующее вещество – это сторителлинг. И вот если мы понимаем, как рассказывать историю, какие принципы, то мы понимаем, как двигать вообще любой процесс. То есть, если мы себе умеем рассказать историю, другому умеем рассказать историю, партнерам, клиентам и так далее, если мы умеем рассказать историю, у нас все будет в порядке. А если у нас есть все, но нет вот этого, то у нас все рассыплется. Нет истории, нет ничего. Есть история, есть все, даже если больше ничего нет. Есть какие-то племена, которые кочуют по пустыне. И тут раз, им с неба солнечный луч, и им по этому лучу спускают историю. Через сто лет они завоевывают весь мир. Потому что есть история. Вот. И вот в кино, и не только в кино, и на театре, и в хорошем романе, в любой хорошей истории, у героя всегда есть две цели. Она не одна. Не одна цель. Это цель внешняя. То есть, то, что человек осознает как свою цель. Например, человек говорит, я хочу... Миллион долларов. Или я хочу убить дракона. Или там еще что-то. Я хочу сделать. Хочу стать вождем племени. А на самом деле, человек хочет чего-то другого. Дружбу, например, или любви. Или признание. То есть, вот чего-то он хочет другого. И вот эта внешняя и внутренняя цель, хорошая история, они всегда входят в противоречие друг с другом. И в какой-то момент это противоречие скрывается. И человек понимает, да, я могу сейчас заработать этот миллион, нажав на одну кнопку. Но я потеряю свою любовь. Да, и человек должен сделать выбор. Либо в достижении внешней цели, либо в достижении внутренней. И если человек достигает внутренней цели, он становится счастливым. Если он выбирает внешнюю цель, он проигрывает. Он становится несчастным. И вот у нас, у каждого из нас, на самом деле, всегда есть внешняя цель и внутренняя. То есть, цель, которую мы осознаем как внешнюю цель. И есть какая-то внутренняя цель в глубине души. То, о чем мы мечтаем в глубине души. То, к чему мы на самом деле стремимся. И задача так формулировать свои цели, чтобы вот эта ваша достойная цель, бомбардная наша цель, чтобы это была внутренняя цель. Чтобы это было то, о чем вы втайне мечтаете. О чем вы думаете. То, о чем вы сразу же вспоминаете, когда видите мой 7-секундный ролик про «Загадай желание» или «Звезду на небе». И за секунду сразу же вспоминаете про него. А внешняя цель – это то, что мы ставим себе. И чаще всего именно эта внешняя цель – это цель, которую можно достигнуть «Загадай». То есть, книгу написать, квартиру купить, миллион подписчиков набрать, переехать в Москву, выучить язык, родить ребенка, выйти замуж и так далее. Это внешняя цель. И то есть, вот эта цель на год – внешняя, а цель на жизнь – внутренняя. И она должна быть по-настоящему внутренней вашей цели. Она должна, вот эта бомбардная цель, она должна с внутренней вашей целью совпадать. Не должно быть так, что вы себя обманываете, и там под ней есть еще какая-то внутренняя, другая внутренняя цель. Но при этом эти две цели, давайте так, насколько понятна вот эта концепция внешней и внутренней цели. И то, что ваша внешняя цель – это цель на год, а внутренняя цель – это цель на жизнь, достойная цель. Понятно ли это? Если понятно, напишите понятно. Если есть вопросы, то задайте вопросы. Я понимаю, что я не простые такие вещи рассказываю, с которыми, может быть, хочется даже поспорить. Окей, хорошо, понятно. Идем дальше. Теперь самое главное, самый главный фокус вот этого всего, который, ну, из этого сразу там напрашиваются определенные выводы, да, но мне надо сделать, чтобы вы сделали из этого совсем другие выводы, не очевидно. Логично предположить, что эти цели, они должны быть в одной области, да, и в одном направлении. Иначе вы просто проживете год впустую без движения в направлении жизненной цели. При этом, да, опять же, может быть не одна, а может быть две-три цели, ради бога. Это вообще не проблема, да, может быть хоть пятьдесят целей. Но я бы советовал так. Да, то есть если вы научились достигать одной цели, одну цель, одиночную цель, научились, сделали, протестировали, повторили, закрепили, после этого можно пробовать две, после этого можно пробовать три. Потому что я очень часто там подсчитываю блоги каких-нибудь псевдоуспешных людей, и мне смешно бывает, да, человек пишет там. В прошлом году я поставила пятьдесят целей, из них достигнуто двадцать шесть. Ну, окей, в этом году опять поставила пятьдесят, ну и опять достигнешь двадцать двадцать пять, да, двадцать шесть. Опять только половина. Ну, как бы нормально, а смысл? Лучше бы выбрать пять, да, как Бакет говорил, да, выбрать пять основных и держаться как можно дальше от остальных. Ну, эти пять достичь уж точно, да, то есть не рассредотачиваться. При этом, да, например, там у меня в числе там целей на этот год, там, например, там, помимо того, чтобы достичь, набрать, снова набрать, как бы возобновить набор подписчиков, и в идеале за год набрать миллион, да, помимо этого, там, я поставил себе цель увидеть кубики на животе к пятидесяти годам через, там, семь месяцев. И понятно, что эта цель, она вообще никак не связана ни с чем остальным, это вообще в сторону. Но для меня, по большому счету, это даже не цель, да, то есть я понимаю, что надо делать, да, и просто надо, там, какой-то минимум внимания уделять этой цели. И, соответственно, следить только за тем, чтобы там определенное, там, питание, ограничение по питанию, по физической активности, да, то есть там, условно говоря, сегодня я, там, с девяти до десяти качал пресс, да, вот там, час. У меня внимание включилось один раз в девять часов, да, такой, ага, девять часов, идти качать пресс, все. И дальше внимание выключено. Я этот час, там, сижу, качаю, слушаю лекцию, там, о своем о чем-то думаю, да, и так далее, и так далее, да, то есть это не так, что я вот только с утра до вечера на этой цели сосредоточен. Но цель на год, да, то есть я не считаю это какой-то основной целью на год. Основная цель на год – миллион подписчиков, да, то есть она в одной области, в одном направлении, да, иначе, если они в разных областях, вы просто год впустую проживете без движения по направлению к цели. Но сейчас самое главное, между внешней и внутренней целью должен быть какой-то зазор или даже некий конфликт. Да, то есть она должна быть в направлении, годовая внешняя цель должна быть в направлении вашей внутренней цели, но там должен быть какой-то люфт. То есть не должно быть прямо, да, может быть какой-то, какие-то варианты, когда вы только занимаетесь одной целью, да, но тем не менее, там я понимал, скажем, в тот момент, когда я добивался работы в Русском Севере, да, в тот момент для меня не было варианта туда не попасть. Да, то есть я должен был попасть в эту газету. Но в то же время непосредственно для достижения моей цели, да, то есть это к сценарному мастерству, к писательскому мастерству напрямую отношения не имело. Между этой годовой целью и моей жизненной целью был определенный зазор, был определенный конфликт. Так же, как поступление в университет, тоже, да, то есть для меня это был способ уехать из деревни, способ начать заниматься литературой, там, и так далее, и так далее, но в целом это к созданию системы писательской продуктивности, да, это было так немножко в сторону. Точно так же, да, покупка квартиры в Москве, там, и так далее. И вот этот конфликт, он должен быть в конечном итоге разрешен в пользу внутренней цели, вне зависимости от того, достигнете вы внешнюю цель или нет. То есть вот эта внешняя цель, она может быть и не достигнута. Вы ее ставите на год и можете ее и не достигнуть. Да, потому что если она в какой-то момент, конфликт повысится до такого уровня, что вам нужно будет выбирать между внешней и внутренней целью. В каком-то смысле человека человеком делает наличие внутренних конфликтов. Да, то есть мы все время находимся в ситуации внутренних конфликтов. И это не, как бы, я не согласен с тем, что мы должны все свои внутренние конфликты разрешать, примерять, отказываться от них, да, и должны быть гармоничные личности. Внутренние конфликты делают нас человеком. И разрешение конфликта между внешней и внутренней целью, оно всегда приводит к переходу на следующий уровень. То есть вы растете в тот момент, когда вы растаете над своей годовой целью, очередной годовой целью. И когда я это понимаю, когда я это вижу, да, я понимаю, например, там, как со следующими моими целями. Что, что, что я, как бы, какие могут быть варианты в следующих целях. Насколько понятно то, что я сейчас сказал, что должен быть конфликт между внешней и внутренней целью, разрешение конфликта должно быть в пользу внутренней цели. И именно вот это разрешение конфликта между внешней и внутренней целью, я понимаю, что вы сейчас, может быть, даже не представляете, как это вообще может быть. Но потом, через какое-то время, вы помните слова своего учителя, жиши-пиши через и, и скажете, блин, так вот про что Молчанов говорил тогда. Вот оно, оказывается, как. Ну, теперь я понимаю, что надо делать. И вам сразу же будет легче. И когда вы будете мучиться внутренними конфликтами, да, вы поймете, что это по дизайну мучения. Да, только противоречия дают рост. Да, миллион подписчиков – это промежуточная цель, которая мне даже более или менее понятна, что делать. То есть это в какой-то момент, полтора года назад, для меня это была техническая задача. То есть продолжать закачивать деньги в рекламу и все. И продолжать делать то, что я делал тогда. Какой-то набор действий, который приводил к повышению охвата. У нас охваты были по миллиону в день. Бывали. Бывало и по тысяче, но бывало и по миллиону. И бывали посты, где за задний было по тысяче или по сто. Вот. Здесь все закончилось в один момент. Да, и сейчас непонятно вообще, что делать. Ну, сту развивать. Завтра ее, может, опять закроют и все. И там есть ли там аудитория или нет там аудитории. Вконтакт развивать. Ну, Вконтакт у нас мы на год набрали 60 тысяч подписчиков. Мы здесь все сейчас Вконтакте. Вот. Тоже непонятно, будет эта площадка развиваться или нет. Думаю, что я к конфликту максимально подошла. Ну, и вперед, рубитесь. Так, стало понятно, что я хочу поставить целью на год. Частично идет вразрез с моей целью. То есть, понимаете, да, что это нормально. Если идет зазор, это как бы, это по дизайну. А что пишется через «ю»? Да. Или через «о». Ну, если что. А вот «шо» пишется через «о». «Стеклянный» пишется через «о», а «стеклянный» через «два». А «стеклянный» через «три». Не понимаю, как откопать цель жизни. Тестирование. Вот я вам дал методологию. И вперед по пунктам. Так, домашнее задание. Вам на неделю сформулировать свою цель и проработать ее, проверить ее на бомбардности. Все остальные пункты. Есть еще один нюанс. На самом деле у человека еще очень многое зависит от возраста. И проблема... У человека есть одна проблема. Мы свою жизнь проживаем один раз. На самом деле это очень неудобно. Я вам скажу. И, честно говоря, когда ты там проживаешь, тебе 17 лет. И тебе 17 лет один раз. И ты не понимаешь, что с тобой происходит. То есть тебя несет, идет гормональная перестройка организма, и ты просто невменяемый абсолютно. Я в 17 лет был просто пушка на палубе. С 17 до 20. То есть абсолютно невменяемый чувак был. Просто я не знаю, как меня терпели. Ну, так и терпели. Били-били колотили у дороги, в акустах. Но потом происходит что-то другое. Ты там остаканиваешься тихонечку, ты как-то успокаиваешься. Потом херат. Один кризис, второй кризис, кризис середины жизни. И ты каждый этот кризис, даже если ты читал про него в книжках, ты все равно приходишь к нему и такой, нифига себе, а как теперь жить? Как с этим жить? То есть я когда в 45 лет понимаешь, что жизнь прошла и потратилась на что-то не то. И хочется делать что-то другое. И непонятно, что это. Поэтому мы жизнь проживаем один раз, к сожалению, и в принципе, мы можем использовать, единственное, что мы можем использовать, мы можем использовать опыт других людей. То есть мы можем смотреть на то, что делали другие люди и как они проживали, ну и оглядываясь назад на свою жизнь, сравнивать с тем, что у меня было в этом возрасте и что другие люди про этот возраст пишут. Дальше, хорошо. А вот про следующий возраст, что другие люди пишут, а что у меня будет в жизни в этом возрасте. И ты начинаешь немножечко корректировать и начинаешь понимать, что в каком возрасте, то есть какие цели ставить, в каком возрасте и к чему готовиться, на что настраиваться, какие проблемы возникают в том или ином возрасте. Потому что хуже нет, когда человек, условно говоря, в 50 лет ведет себя как в 20. Поэтому. так, если есть вопросы, готов отвечать на ваши вопросы. Не понимаю, как откопать цель жизни. Перебором, тестированием. То есть тестируем. Если у вас нет цели, ставьте какую угодно. Любую. Достигайте ее, смотрите, что получилось, что изменилось. Ставите любую цель, достигайте ее, и смотрите, что получилось, что изменилось, что почувствовали. То есть если не знаете, с чего начинать, начинайте с чего угодно. Без разницы. И смотрите, проверяйте по методологии. Да, Константин пишет, методология формирует цель. Да, это так. Это действительно так. Так, Алеша, произошло уточнение цели через вопросы от абстрактных более конкретных на основе своих текущих наработок. Так, Игорь, также вопрос о том, что делать, если цель не находится от слова совсем. Откуда плясать? Берите любую цель. Если вам все равно, какую цель взять, возьмите цель написать сценарий. Вот, ребят, всем, кто не знает, что делать, пишите сценарий, не ошибетесь. Что самое плохое может случиться? Напишите плохой сценарий. Поверьте, ваш плохой сценарий не будет первым и не будет последним плохой сценарий, написанным в нашей индустрии. Поэтому приходите к нам в мастерскую, три месяца потратите, напишите плохой сценарий, чему-то научитесь, что-то узнаете и за это время вытащите какую-то следующую свою цель и начнете понимать самое главное, как все работает. Потому что, кстати, сценарное мастерство, оно самая лучшая психологическая техника. Я понимаю, что это звучит как этот самый, как в меме, учительница с линейкой «Мой предмет самый главный». Ребят, мой предмет самый главный. Потому что любая психология, любой коучинг, все что угодно, любые, гештальт, НЛП и так далее, везде работает только старитэнг. В основе везде старитэнг. Поэтому, зачем тратить время на какие-то танцы, если вы можете припасть первоисточнику знания. так, мне кажется, по жизни одни кризисы. Смотрите, если все время вот такое ощущение, да, по жизни одни кризисы, это значит, что, скорее всего, вы кризис проходите один и тот же в то время. Я абсолютно не знаю, какая у вас ситуация, да, и немножко сейчас занимаюсь таким лечением по фотографии, вырезанием аппендицита, но, тем не менее, мне вот как бы формулировка это знакомо, да, когда кажется, что одни кризисы, то есть, если бы кризисы были разные, вы бы не замечали, что это одни кризисы. А если вам кажется, что одни кризисы, это значит, что один и тот же какой-то кризис, то есть, вы по одним каким-то граблям ходите, надо посмотреть, по каким-то. Вот. Надо, чтобы вместо одних были другие кризисы. Вообще, кризис это отдельная тема, я очень люблю кризисы, очень люблю эту тему кризисов, И я тут смотрел лекцию одного гуру, где он говорил, что у меня никогда не бывает никаких кризисов. Я думаю, вот идиот. Ну или ты их не замечаешь, не рефлексируешь, либо ты не принимаешь вызовов. То есть в нормальной ситуации человеку нормально проходить кризисы. Чем больше нормальный, обычный человек, проходит 3 кризиса, 3-4-5 кризисов в жизни. А успешный человек проходит от 50 до 100 кризисов в жизни. Поэтому чем больше кризисов вы проходите, это значит, что тем больше вы вызовов себе бросаете. Так. Икигай – это тоже просто смысл жизни. В каком-то смысле да. Да, то есть если мы говорим об икигай как вот что-то, что заставляет нас вставать с кровати утром, то в принципе это да. То есть если нас заставляет, если вот одного образа нашей цели достаточны для того, чтобы мы вскочили с кровати и побежали вджобывать, да, это вот я сегодня вскочил, у меня там типа сегодня мне надо было встать в 7 утра. И ребенка отвезти в школу, потом прийти, покачать пресс, поделать кое-какую работу и с вами провести вебинар. Я сегодня в 6 утра проснулся и лежа в кровати, там что-то судорожно, какие-то там идеи записывал. В том числе там и по другим проектам, и в том числе по этому сегодняшнему вебинару. Там какие-то уточнения, формулировок у меня возникли. Да, то есть вот это икигай. Да, то есть это что-то, что тебя утром подбрасывает просто на кровати, да, а не так, что там продрал глаза, такой типа утром в понедельник, надо что-то, блин, куда-то ребенка вести, что-то. Нет. Нет. Эту вот цель дает энергию. Нужно, чтобы прямо все пункты соответствовали в поиске достойной цели. Не знаю, тестировать надо. Надо смотреть. Так, это же создает уровень напряжения. Он же жизнь, движение. Что мы без такой динамики? Да, вот как раз напряжение, да, это еще в числе прочего то, что привлекает внимание окружающих, то, что притягивает внимание, да, то есть то, что делает человека манкиным. Да, то есть я понимаю, что это подбешивает в то же время, да, то есть когда я к вам прихожу сюда каждый понедельник и начинаю с заявления, что атонты фиолетовые, да, и вы такие, блин, Молчанов вообще, блин, сегодня прям очередное дно пробил. Да, и потом, когда я объясняю, что я имею в виду, и вы такие, да, блин, оно же действительно фиолетовое, да, то есть я создаю напряжение, постоянное напряжение, поэтому ко мне люди и притягиваются. И этому тоже есть объяснение. Есть такой чувак, Барба, Ричард, по-моему, Барба его зовут, он ученик Гротовского. Гротовский это такой очень крутой, ежи Гротовский, очень крутой театральный, как сказать, ну, можно сказать, режиссер, у него даже три постановки его сохранились, их можно там скачать, посмотреть, но это скорее такой театральный исследователь, создатель некой театральной науки. Более-менее, кстати, вот то, что он делает, да, я более-менее тоже использую, как бы, его какие-то наработки. И вот Барба, его ученик, рассказывал, что когда они приехали из Гротовского, приехали в Индию, и вот, значит, индийский рынок, и там куча народу, там орут, продают что-то, и, значит, появляются какие-то артисты, и начинают что-то исполнять. Я смотрю и вижу, что все повернулись и смотрят на этих артистов. И говорит, я пытался понять, а что они делают такое, из-за чего все на них смотрят. И потом он там долго их изучал, пытался по движениям смотреть, и он понял, что они все время, когда они там находятся, они держат неустойчивое положение. И вот это неустойчивое положение, да, оно создает напряжение, которое притягивает внимание. В тексте, кстати, в написании текстов то же самое, тоже там есть техники, как создавать вот это напряжение и неустойчивое положение. Помните, у Довлатова, у него было такое правило, не использовать в одном предложении, не использовать слова, которые начинаются на одну букву. И вот это нет запрета в русском языке, в русском языке нет такого запрета. То есть это не воспринимается как алитерация, то есть это вообще ничего и ни о чем. Но это создание, искусственное создание напряжения, которое притягивает к тексту. Вот тоже можно использовать. Вот и мы в жизни, да, вот таким образом, создавая конфликт между своей внешней и внутренней целью, мы создаем напряжение, которое, опять же, дает разряд, дает энергию. Вначале было слово «это так, это так». Я в этом убежден, более того, я считаю, что вот это стихотворение Гумилева, да, это одно, а возможно и самое важное стихотворение на русском языке. Ну, одно из самых важных совершенно точно, наряду с пророком Пушкиным. Увы, да, часто одни кризисы – это паттерны. Похоже на то, завести разные надо, да. Ну, завести разные кризисы – это весело. Начнем с того. Так, а вы ради какой-то цели готовы жизнь отдать? Если да, ради своей, конечно же. Ради своей цели нельзя задумываясь. Так, пришло уточнение цели жизни, потому что заданы правильные вопросы, найден, выявлен конфликт внутреннего и внешнего. Счастливо, что я здесь онлайн. Вообще, я советую приходить онлайн. Почему? Потому что, ну, во-первых, другой совсем уровень энергии – освобождайте понедельники. Во-вторых, мы работаем. То есть, здесь помимо вот этого энергообмена в этом самом, в общении, да, помимо этого мы, как бы, я отвечаю на ваши вопросы, да, то есть, это для танка нужны двое. Так, а уже не Барба, да, у меня не было, не было шанса помнить его имя. Почему? Почему он не запомнился, как вычерк? Да, да, наверное. Есть такая книга вокруг Гротовского. Очень мало, на самом деле, и о Гротовском, и Гротовского, там его самого всего, там несколько текстов сохранилось. Вот там, в числе прочего, есть вот эти воспоминания. Что за стихотворение Гумилёва слова? Оно так и называется. Погуглите. Вон и день, когда над миром новым Бог склонял лицо свое. Тогда солнце останавливали словом, словом разрушали города. И орел не взмахивал крылами, солнце сжалось в ужасе к луне, когда-то как какое-то пламя проплывало солнце в вышине. Ну, найдите текст, почитайте, я не уверен, что я его весь наизусть помню. Окей, хорошо. Все, домашние задания, я надеюсь, понятны. И увидимся. Еще раз напоминаю, идет полным ходом набор на онлайн-курс сценарий сериала. Любимый мой курс. И давайте, кто сценарист и кто ждал сценарных курсов, потому что у нас последние два курса, которые набор был, были не сценарные. Был курс пьесы и был курс по роману. Сценарный курс мы впервые за год выбираем. Так что присоединяйтесь. Так, есть ли какой-то угол между векторами внутренней и внешней цели? Насколько они различны, ортогональны? И тогда, если нет одной из целей, можно ли ее достроить по той, что есть? Мне кажется, я понимаю ваш вопрос, это раз. А второе, мне кажется, что вы формулируете его таким образом, что и вы сами тоже понимаете ответ на этот вопрос. Но если короткий ответ, я предполагаю, что да. Я предполагаю, что можно достроить цель. При наличии одной цели, можно достроить вторую цель, исходя из этого. А уж какой там угол будет между ними, это я не знаю. Нет правила. Попробуйте 17 градусов. Все, друзья мои, обнимаю. С вами все в порядке. Увидимся в следующий понедельник. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok